Прежде чем приступить к геополитическому анализу международной ситуации, следует иметь в виду, что современный мир однополярный, и порядок в нем устанавливают США и их европейские лакей. Россия хорошо это знает на своем историческом опыте. Она была участницей двух мировых войн и поэтому сейчас активно выступает против однополярного мира, в котором правят империя и доллар. В первой половине 20 века две мировые войны начались по вине империалистической системы, когда их собственные интересы вступили в конфликт. Существует много нерешенных проблем и противоречий, которые привели к войнам 20 века. Распад Советского Союза привел к тому, что на земле сложился однополярный мир, подконтрольный США. Однако не все пошло так, как хотелось бы Вашингтону. Спустя 25 лет Россия смогла возвысить свой голос на международной арене. Россия вызывает враждебную реакцию Европы и Америки потому, что она идет другим путем, нежели Запад. Это гордая страна и сильный президент, и Запад это просто раздражает. Для США мировое господство и гегемония ассоциируются с принижением роли современной России на мировой арене, попытками вторгнуться в сферу ее жизненно важных интересов, свидетельства тому события, происходящие на Украине. Аналогичная ситуация складывается в Сирии, в Иране. Логика развития событий в мире, ее провокационный характер наводит на мысль, что империализм исподваль готовится к развязыванию новой мировой войны. Нас не любят потому, что Запад одержим иррациональным страхом перед Россией и завистью к ее историческим достижениям. Запад всегда нам завидовал. Если посмотреть на историю наших отношений последних пяти веков, то нельзя не заметить, Запад все время пытался подорвать Россию, привести ее к коллапсу и распаду, к военному поражению. На этот счет написаны сотни книг и исследований. Любовь Запада несовместима с интересами нашего национального выживания. Пора нам, как китайцам, осознать свою самость и идти своей дорогой, не обращая внимания на окрики и гипноз. Мировой экономический кризис уже в ближайшие годы лишит Запад право считать себя центром мира. А нам пора, отбросив иллюзии, создавать свой собственный силовой полюс.